Привет, друзья! Я очень рада вас видеть снова на моем канале, посвященном жизни в лесу, рукоделию и сказочной эстетике. И сегодня я хочу рассказать о наряде в кукольном стиле, который я отшила буквально недавно, поделиться с вами источниками вдохновения, некоторыми идеями и, конечно же, процессом. Вообще говоря, в прошлом видео я уже показывала вам вот такой вот интересный набор знамажной куклы от Государственного исторического музея, в котором был вот такой вот образ. Вот такой вот летний образ, кремовый, с клеткой, который меня вдохновил на то, чтобы придумать какой-нибудь интересный дизайн вот из этой ткани. Это хлопковый сатин, такой очень плотный, с узором, что-то среднее между клеточкой и горошком. Я подумала, что он чем-то напоминает, напоминает вот этот образ с картинки. И почему бы не попробовать сделать что-то свое в таком же волшебном, красивом и немножечко историческом стиле. Более того, я вспомнила, что у меня есть вот такая вот куколка. Это кукла Пуллип, красный шапчик. Я на нее, кстати, уже делала обзор на моем канале. Если вам будет интересно, то ссылку на видео я оставлю в комментариях. Я шила уже образ, который немножечко похож на ее образ вот из коробки. Но вообще хочу сказать, что мне очень нравится сочетание кремового платья, ее таких темно-бордовых волос, вот такого красного бархата. И мне показалось, что, может быть, сделать еще один наряд, который будет напоминать немножечко эту куклу. Потому что, друзья, я просто обожаю кукол. У меня они ассоциируются с какой-то такой невинностью, хрупкостью, старинной эстетикой, эфемерной такой, очень нежной красотой. И это то ощущение, которое мне хочется передать иногда и в своих образах тоже. И для того, чтобы найти еще источники вдохновения, я решила полистать, конечно же, старинные журналы, куда без них. Потому что эпоха кренолинов, а именно ее конец, у меня тоже очень ассоциируется с такими пышными кукольными нарядами. Вот как на ней. С такой объемной юбкой, приталенным лифом. И, конечно же, маленькими пелеринками, вот такими, которые я сшила сегодня и себе. Давайте вместе с вами полистаем один из таких журналов, и я немножечко расскажу больше про источники вдохновения. Ну что, друзья, посмотрим с вами январский выпуск 1871 года. Наш любимый модный свет, иллюстрированный журнал для дам. Вообще, здесь уже, конечно же, в этот период пышность юбок чуть-чуть подуменьшилась. Но все-таки здесь как раз тот самый такой умеренный пышный силуэт, который можно повторить и даже носить в жизни. Очень нравятся здесь на праздничной иллюстрации чипцы. Огромное количество мелкой такой отделки, гофрированные ленты. Это очень-очень красиво, и многое можно взять для себя. И вот в особенности я хочу отметить вот такой вот бант, который не просто бант, а на нем еще и кружево. Вот это вот шоколад с шоколадом, знаете, то, что я люблю. Посмотрим на следующем развороте, что нам предлагают. Очень здесь интересные такие накидки, воротнички накладные, много действительно съемных деталей, фартуков. И хочется вот тоже в своем образе передать какую-то универсальность, какие-то сделать съемные элементы для того, чтобы можно было менять его настроение по вкусу. И вот здесь немножечко еще детской моды. Кстати, мне кажется, что вот эстетика кукол мы часто кукол ассоциируем с детской игрушкой. Но мне хочется, наверное, что-то не совсем такое сделать уж детское. Хотя вот эти наряды для девочек маленьких, они настолько элегантные, друзья. Ну что, можно просто это брать, повторять и носить уже во взрослом возрасте сейчас. Это очень красиво. Вот это вот пальтишечко с шляпкой. Это какой-то космос. Ну и еще здесь есть прекрасные иллюстрации с прическами. Очень детальные, что большая редкость, мне кажется, в общем, в модных изданиях. Потому что по большей части все про одежду, все про шитье, про вышивку. Вот посмотрите, как красиво. Тоже можно взять на заметку и попробовать повторить. Теперь, друзья, хочу коснуться пошива. Вообще говоря, вот эта вот ткань, казалось бы, простая, хлопковая, оказалась очень коварной. Потому что вот этот рисунок необходимо полностью совмещать на каждом шве. Конечно же, на прямых швах это сделать возможно. Хотя это требует накалывания вот каждого-каждого-каждого вот этого кружочка булавками, чтобы ничего не расходилось. И вот все вот эти линии, как бы мелкоклетки, по сути, были совмещены. Но я еще решила заморочиться и совмещала все это и на рельефных швах, на лифе, что у меня тоже почти получилось. В итоге, пошив платье, хотя я думала, что будет занимать не больше недели, превратился почти в две с половиной. Но я очень рада, что несмотря на множество переделок, я порола швы, чего только я не делала. У меня все получилось действительно так, как хочется. Все красиво совместилось и выглядит невероятно аккуратно. Помимо вот этой ткани, еще одна сложность была подворье фурнитура и декора. Мне хотелось, с одной стороны, передать вот такой же контраст. И, с другой стороны, какую-то нежность с этого референса, где мы видим банты, драпировки. И я решила добавить мой такой уже традиционный цветочный декор. Вот такой вот пархатной ленты шоколадного оттенка и шоколадную атласную молнию на спинку платья. Я вам сейчас все это детально покажу на манекене. В первую очередь, я хочу показать пелерину. Она украшена вот такой моей фирменной цветочной отделкой. Я специально сделала ее асимметрично, потому что, мне кажется, это выглядит более интересно. И сзади на пелерине тоже есть один цветок, вот по центру, чтобы создать некий такой баланс с темной молнией на платье. Пелеринка хорошо закрывает зону декольте, и поэтому можно буквально по любому мероприятию ее надеть. Вот, и выглядеть более скромно, если этого требует верескод. Бархатные ленты здесь вот такие вот. И внутри пелерина отделана контрастной бейкой, тоже подшито вручную. Вот, мне кажется, что выглядит хорошо. Швы также отделаны беечкой. Так выглядит платье целиком, достаточно длинное, с пышным рукавом. И вот сам этот рисунок горошек мне пришлось везде совмещать. Причем я старалась это сделать даже на изогнутых рельефных швах. И, в общем, мне кажется, выглядит достаточно неплохо и аккуратно. Сзади платье еще украшено. Вот такой вот атласный молний, великолепный, металлический. Очень прочная, и, мне кажется, она продает изюминку этого платья. Ткань сама, как видите, очень плотная такая и отлично держит форму. Мне кажется, что, кстати, такая контрастная отделка, она помогает хорошо выглядеть в светлых тонах, даже тем, кто думает, что белый цвет им не очень идет. Поэтому, если вы переживаете, что будете выглядеть слишком бледно в белом, либо в каком-то кремовом оттенке, просто добавляйте контрастные элементы, и это сразу же вытянет весь образ. Мой вам такой колористический совет. Ну и, в общем-то, после того, как я закончила весь этот наряд, у меня возник еще вопрос в каком-то головном уборе. Поэтому сегодня, друзья, я вот с моей верной головушкой, и я на ней уже начала собирать выкройку для чипца, наколки на волосы. Но еще не успела ее сделать, потому что, честно говоря, немножко сомневаюсь в декоре. Может быть, лучше ко всему этому сделать огромный бант вот из этой же ткани, или какой-то капор. Напишите в комментариях, мне будет тоже интересно ваше мнение и ваши идеи, если у вас есть мысли, какой главный убор к этому панаряду подошел. Ну что ж, все рассказала про процесс шитья, и давайте, наконец, все примерим и посмотрим на мне в полный рост. Друзья, на сегодня это все, что я хотела показать и рассказать. Я надеюсь, что вам было интересно со мной погрузиться в эту кукольную эстетику. И, кстати, если вы захотите видеть еще больше от меня таких образов, то дайте знать. И, конечно же, я приглашаю вас в мой телеграм-канал, где я показываю в промежутках между видео процессы шитья разные интересные вещи, касающиеся винтажной и антикварной моды. И я буду очень рада увидеть вас у себя в гостях. Желаю вам всего самого-самого доброго, здоровья, чудесного настроения, прекрасного воскресенья и до встречи в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok